Приветики и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на певца по имени Димаш. И он споет нам Дива Дэнс с фильма «Пятый элемент». Эта песня должна была быть невозможной для исполнения. Они там намешали разных голосов, чтобы никто не смог это повторить. Поэтому я так рада услышать его версию. Я сама делала кавер на эту песню и даже покрасилась в синий цвет. Но так давайте все вместе посмотрим это видео. Если вы не знаете, меня зовут Шарри. Я певица, композитор и преподаватель по вокалу. Кстати, приглашаю вас в наше сообщество певцов. У меня высшее образование по специальности вокальное исполнение. Также я обучалась опере. И по большей части я люблю смешивать R&B и оперу в своих песнях. Так, давайте уже перейдем к видео. Вообще, сам факт, что мужчина будет петь эту песню, это ж с ума сойти. Да он же настоящий артист. Боже ты мой. Во-первых, его голос. Диапазон у него, конечно, что, мама, не горюй. И голос такой насыщенный. И мне нравится его подход к этой песне. Там была небольшая вариация, которую он взял с оригинала. Но в идеале она начала по-другому. Она ее так начала петь. Во всяком случае, его голос просто бесподобен. Вот это пространство, которое он создает, чтобы его звучание резонировало. Там очень много воздуха и вот этот звук. В этом воздушном потоке. О, мой Бог. Ребята, его диапазон — это безумие. Какое-то умопомешательство. Это ж где он поет. Итак, это нота ля-два. Чокнуться можно. А это ми-шесть. А дурить. Там же где-то пять октав. Раз, два, ну четыре точно. Мне интересно, сколько у него... Сколько у него там этих октав? Хорошо. Вот именно здесь, когда я сама лично исполняла эту песню, здесь мне пришлось много чего поменять. Потому что для меня это уже было слишком. Взять все эти ноты. И он вроде здесь тоже кое-что изменил. Давайте вернемся еще раз послушаем. Да, вот эта часть. Он спел это вот так. Я просто хочу сказать, что когда берешь вот эти ноты, очень сложно сохранять высоту тона. Ведь нужно бить по этим нотам ровненько-ровненько. В этом стакката. Это, я вам скажу, очень непросто. Спеть это так же, как он. Чтобы сделать это стакката на такой высоте, нужно иметь огроменную поддержку прямо здесь, в диафрагме. Знаете, когда я обучалась пению, я пела «Королеву ночи». И вы же знаете, там много вот такого. Много вот таких вот телодвижений в этой части тела. У него должно быть очень сильная диафрагматическая поддержка. А в этой части... Что бы он там ни пел, но это кардинально отличается от оригинала. Это никак не принижает его способности. Да черт возьми, это же вообще было воспроизведено компьютером. О, Господи. Следующее, что я должна отметить, это вибрато на этих нотах. Одно дело, просто это прокричать. Но если ты способен сделать это с вибрато, нота приобретает совсем иное качество. А если у вас получается только так, то у вас, в конце концов, получится просто выкрик. Как же мне нравится смотреть на эти потрясенные лица. Как он это делает? Это было безумие. Чистейшее безумие. Я не помню, в оригинале. Она в конце тоже пошла вверх. Я посмотрела. Это он сам добавил эту высокую ноту в конце. Какой же это удивительный певец. Мне очень интересно послушать, как его голос звучит на более низких нотах. Это был реально кайф. Кайф. Там был Т Hak. Тамbit Umspар. Это был якобы. Кто-то вверх. Что-то вверх. Я не почу. Да-äмон, colours.